Промилля безрассудства. В Бобруйске пьяный отец перевозил дочь. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Есть ли хоть капли для оправдания? Горел синим пламенем. Честно напоминаю, берегите себя и свое имущество. Для тушения пришло и задействовало 4 подразделения МЧС. Беглое создают народное посольство. Координация и управление экстремистскими новообразованиями осуществлялось уже по классической схеме. Следственный комитет отвечает незамедлительно. Это сирена, громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся в 7 минут. Засекайте. Нечестный труд. В Бобруйске задержали посредника мошенников. К правоохранителям обратилась 88-летняя женщина с просьбой о помощи. По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный и сообщил. Ее внучка стала виновницей ДТП. Чтобы девушку не привлекли к ответственности, нужно заплатить. А беспокойная пенсионерка передала мошенникам почти 35 тысяч рублей через курьера. Нашел подрабатку в интернете, перевозка денег. Вот мне привезли их, я принял и должен был отвезти в другое место. Помощником оказался 26-летний, не работающий житель Минской области. Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело. Кривая дорожка. Жительница Могилева после тусовки не нашла свой телефон. Потерпевшая рассказала правоохранителям. Ее дорогостоящий телефон был украден. Женщина не смогла отыскать гаджет после того, как побывала в гостях у приятельницы. Сыщики выяснили. Мобильный телефон умыкнула 20-летняя местная жительница, которая тоже была на вечеринке. Девушка увидела лежащий на столе без присмотра чужой телефон и незаметно забрала его. Чужое средство связи она планировала перепродать, однако сыщики оперативно установили ее личность и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело. Госавтоинспекция продолжает пресекать попытки вождения в нетрезвом виде. На ловца и зверь бежит. На неделе в городе нашелся очередной пьяный водитель. Инспекторы остановили Ниссан. Мужчина за рулем привлек внимание. 38-летний бобруйчанин перевозил свою 10-летнюю дочь. А свидетельствование показало у мужчины более 2 промилле алкоголя в крови. Госавтоинспекция призывает водителей не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения ни при каких обстоятельствах, чтобы не ставить под угрозу жизни, здоровье и окружающих. Нарушителю придется заплатить крупный штраф и на 5 лет забыть о водительском удостоверении. Поздним вечером 17 марта в дежурную службу МЧС поступило сообщение о пожаре в деревне Уболотье. На момент прибытия спасателей пламенем был объят жилой дом. К счастью, его жильцы успели выбежать вовремя. Разбушевавшаяся стихия угрожала соседнему зданию и хозпостройкам. Для ликвидации пришлось задействовать 4 подразделения пожарных. В результате огонь уничтожил кровлю и имущество внутри, навес и все, что находилось под ним. МЧС напоминает, берегите себя и свое имущество от огня. Эксплуатируйте только исправно электроприборы, не перегружайте электрическую сеть. Будьте осторожны с отопительными элементами и помните, что при любой чрезвычайной ситуации нужно звонить по телефону 101 или 112. За минувшую неделю сотрудники гор-райотдела по чрезвычайным ситуациям совершили 24 выезда на горение мусора и сухой растительности, подгорание еды и сработку сигнализаций. Всего с начала года в Бобруйске произошло 16 пожаров. Погиб один человек, 11 спасено. Драгметалл. В Могилеве украли меди почти на 170 тысяч рублей. Сотрудниками АБЭП установлены. На протяжении года начальник участка вместе с ведущим инженером одного из предприятий города при замене сети похитили под 9 тонн медных кабелей. Добытая уходила на металлолом, а деньги делились между напарниками. Во время транспортировки краденого мужчин удалось задержать с поличным. По факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы. Своевременная профилактика. МВД Беларуси призывает граждан быть внимательными в местах движения поездов и электричек. С начала года на объектах железнодорожного транспорта погибли 9 человек. 7 получили серьезные травмы. Каждый третий находился в состоянии алкогольного опьянения. Для предупреждения трагических ситуаций органами внутренних дел проводятся профилактические мероприятия. Среди них внедрение технических решений по ограждению наиболее травмоопасных участков, контроль за состоянием посадочных платформ и освещением станций, совместные рейды с представителями белорусской железной дороги и добровольных дружин предприятий транспорта. Чтобы избежать необратимого, следует соблюдать правила безопасности, пересекать пути в предназначенных для этого местах, не выходить за ограничительную линию у края платформы. Во время нахождения вблизи железной дороги стоит отказаться от использования мобильного телефона и наушников. Оскорбление самой дипломатии. Следственный комитет возбудил уголовные дела на от представителей экстремистских организаций. Следствие установило, координационные сходки предателей решили создать народные посольства и инфоцентры, которые базируются на преступных зарубежных общинах. Координация и управление экстремистскими новообразованиями осуществлялось уже по классической схеме. Чаты и телеграм-каналы, которые консолидировали радикалов из различных точек Евросоюза и США. По той же системе осуществлялся поиск кандидатов для вовлечения в преступную деятельность. На радаре у следователей находятся уже более 100 членов псевдопосольств. В комитете уверяют, для привлечения виновных к ответственности и возмещению ими ущерба предприняты все необходимые меры. Это была Сирена. Ну а больше новостей ищите на нашем канале в Ютьюбе и соцсетях. Я Роман Костюков. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok